Сегодня в рамках одного из крупнейших театральных событий страны 16-го Волковского фестиваля на сцену первого русского выходит актер и режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский. Приехал в Ярославль он еще днем. Последний раз в нашем городе был 6 лет назад. Это был совсем другой город, который лучше, но наверное этот новее, но Ярославль мне и тогда был люк, потому что очень много людей здесь для меня были интересны и важны и приятны. Раньше приезжал каждый год, рассказывает Сергей Юрский, теперь наведывается реже. Повод всегда очень важный. Сейчас Международный Волковский фестиваль. Актер и режиссер с большой буквы привез свой спектакль под названием «Полеты с ангелом Шагал». Я просто считаю, что мы должны гордиться, что мы в Волковском театре. Я бывал здесь с зрителем давно, а он роскошен. Теперь самое главное все-таки в театре – это сцена. Вот сейчас мы выйдем на нее, посмотрим и послушаем себя, потому что объемы и акустика – это определяющая вещь. Вот это мне очень интересно, я волнуюсь, каков же этот зал. Тем временем на сцене идут приготовления. Здесь устанавливают декорации. Юрский дает наставление и знакомиться с возможностями волковской сцены. Здесь говорят, что громко или как хотят. Далее репетиционный зал. Волковцев экскурсия застала врасплох. Готовят «Золотого теленка». Премьера уже 30 сентября. Поэтому мнение Остапа Бендера на вес золота. Именно Юрский первым в советском кино сыграл великого комбинатора. «Все у вас в порядке? Удивительно». Прозвенел третий звонок. Зал замолкает в ожидании. На сцену первого русского в образе известного художника Марка Шагала вышел Сергей Юрский. Легенда отечественного театра и кино. Перед глазами зрителей за пару часов пройдет весь 20 век. Бедность и богатство, мир и революция промелькнут совершенно разные и такие похожие города. Так, определенно, что-то есть.